Деяние святых апостолов Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около ста двадцати». Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребие служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и, когда не зринулся, расселось чрево Его, и выпали все внутренности Его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля та, на отечественном их наречии, названа алки-дама, то есть земля-крови. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Ииустом, и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из тих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Глава вторая При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал из говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилея не? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты, и жители Мессопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, кретяне и аравитяне. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим. «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророкам и Аилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знаменья на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знаменьями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Всего, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался от того, что возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что и он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И так твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, так же предвозвестили Днисии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Глава 4. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют во Иисусе воскресенье из мертвых, и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и поставившие их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказавшие им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем, никому из людей, и, призвавшие их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозившие, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавшие, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святаго сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святаго сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все духа святаго и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сыну Тишения, Левит, родом Киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Глава пятая. Некоторый же муж имени Манания с женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сие слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господне? Вот входит в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. первосвященник и с ним все принадлежавшие к ереси садукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выведший их сказал «Идите и ставши во храме говорите народу все сии слова жизни». Они выслушавши вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним пришедшие созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители пришедшие не нашли их в темнице и возвратившись донесли говоря «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей стоящими пред дверями но отворивши не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали что бы это значило. Пришел же некто и донес им говоря «Вот мужи которых вы заключили в темницу стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения потому что боялись народа чтобы не побили их камнями. Привет же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник говоря «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени семь и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали «Должно повиноваться больше Богу нежели человеком». Бог отцов наших воскресил Иисуса которого вы умертвили повесивши на древе его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый которого Бог дал повинующимся Ему. Слышав это они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил законоучитель уважаемый всем народом приказал вывести апостолов на короткое время а им сказал мужи израильские подумайте сами с собою о людях сих что вам с ними делать ибо незадолго перед Сим явился Февда выдавая себя за кого-то великого и к нему пристало около четырехсот человек но он был убит и все которые слушались его рассеялись и исчезли после него во время переписи явился Иуда галилеянин и увлек за собою довольно народа но он погиб и все которые слушались его рассыпались и ныне говорю вам отстаньте от людей сих и оставьте их ибо если это предприятие и это дело от человеков то оно разрушится а если от Бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказаться и богопротивниками они послушались его и призвавшие апостолов вбили их и запретившие им говорить об имени Иисуса отпустили их они же пошли из Синедриона радуясь что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестье и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе Глава шестая В эти дни когда умножились ученики произошел у еленистов ропот на евреев за то что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей тогда двенадцать апостолов созвавши множество учеников сказали нехорошо нам оставивши Слово Божие пищись о столах и так братья выберите из среды себя семь человек изведанных исполненных Святаго Духа и мудрости их поставим на эту службу а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова и угодно было это предложение всему собранию и избрали Стефана мужа исполненного вера и Духа Святаго и Филиппа и Прохора и Никанора и Тимона и Пармена и Николая Антиохийца обращенного из язычников их поставили предапостолами и сии помолившись возложили на них руки и Слово Божие росло и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме и из священников очень многие покорились вере а Стефан исполненный верой и силы совершал великие чудеса и знамения в народе некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из кирикии и осии вступили в спор со Стефаном но не могли противостоять мудрости и духу которым он говорил тогда научили они некоторых сказать мы слышали как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога и возбудили народ и старейшины книжников и напавши схватили его и повели в Синедрион и представили ложных свидетелей которые говорили этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место и на закон ибо мы слышали как он говорил что Иисус Назарея разрушит место сие и переменит обычаи которые передал нам Моисей и все сидящие в Синедрионе смотря на него видели лица его как лица ангела глава 7 тогда сказал первосвященник так ли это но он сказал мужи братья и отцы послушайте бог слава явился отцу нашему Аврааму в Месопотаме прежде переселения его в Харран и сказал ему выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю которую покажу тебе тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране а оттуда по смерти отца его переселил его бог всю землю в которой вы ныне живете и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги а обещал дать его владение ему и потомство ему по нем когда еще был он бездетен и сказал ему бог что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста но я сказал бог произведу суд над тем народом у которого они будут в порабощении и после того они выйдут и будут служить мне на семь месте и дал ему завет обрезания по семь родил он Исаака и обрезал его в восьмой день а Исаак родил Иакова Иаков же двенадцать патриархов патриархи по зависти продали Иосифа в Египет но бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитания Иаков же услышав что есть хлеб в Египте послал туда отцов наших в первый раз а когда они пришли во второй раз Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов Иосиф послав призвал отца своего Иакова и все родство свое семьдесят пять душ Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши и перенесены были в Сихем и положены во гробе который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова а по мере как приближалось время исполнится обетованию о котором клялся бог Аврааму народ возрастал и умножался в Египте до тех пор как восстал иной царь который не знал Иосифа сей ухищряясь против рода нашего притеснял отцов наших принуждая бросать детей своих чтобы они оставались в живых в это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом три месяца он был питаем в доме отца своего а когда был брошен взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына и научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах когда же исполнилось ему сорок лет пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых и увидев одного из них обижаемого вступился и отмстил за оскорбленного поразив египтянина он думал поймут братья его что Бог рукою его дает им спасение но они не поняли на следующий день когда некоторые из них дрались он явился и склонял их к миру говоря вы братья зачем обижаете друг друга но обижающий ближнего оттолкнул его сказав кто тебя поставил начальником и судьею над нами не хочешь ли ты убить и меня как вчера убил египтянина от стих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской где родились от него два сына по исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел господень в пламени горящего тернового куста Моисей увидев дивился виденью а когда подходил рассмотреть был к нему глаз господень я бог отцов твоих бог Авраама и бог Исаака и бог Иакова Моисей объятый трепетом не смел смотреть и сказал ему господь сними обувь с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его и не шел избавить его и так пойди я пошлю тебя в Египет сего моисея который сказали сынам Израилевым пророка воздвигнет вам господь бог ваш из братьев ваших как меня его слушайте это тот который был в собрании в пустыне с ангелом говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими и который принял живые слова чтобы передать нам которому отцы наши не хотели быть послушными но отринули его и обратились сердцами своими к Египту сказавши Аарону сделай нам богов которые предшествовали бы нам ибо с Моисеем который вывел нас из земли египетской не знаем что случилось и сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу и веселились пред делом рук своих Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному как написано в книге пророков дом израилев приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана изображение которое вы сделали чтобы поклоняться им и я переселю вас далее Вавилона скиния свидетельство было у отцов наших в пустыне как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному отцы наши с Иисусом взявшие ее внесли во владение народов изгнанных Богом от лица отцов наших так было до дней Давида все обрел благодать пред Богом и молил чтобы найти жилище Богу Иакова Соломон же построил ему дом но Всевышний в нерукотворенных храмах живет как говорит пророк небо престол мой и земля подножия ног моих какой дом созиждете мне говорит Господь или какое место для покоя моего не моя ли рука сотворила все сие жестоковы с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предвозвестивших пришествие праведника которого предателями и убийцами сделались ныне вы вы которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили слушая сие они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами Стефан же будучи исполнен духа святаго возрев на небо увидел славу Божию и Иисуса стоящего одесную Бога и сказал вот я вижу небеса отверстые и сына человеческого стоящего одесную Бога но они закричавши громким голосом затыкали уши свои и единодушно устремились на него и вышедши за город стали побивать его камнями свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана который молился и говорил Господи Иисусе приими дух мой и преклонив колено воскликнул громким голосом Господи не вмини им греха сего и сказав сие почил глава восьмая Савл Иисусе Слова. Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавшие и проповедавшие Слово Господне, обратно пошли во Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кондакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп, подошел и, услышав, что он читает, пророка Исаию сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Глава девятая Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я и Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо бы делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я, Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую. И спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел в видении мужа имени Мананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. Здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся Тебе на пути, которым Ты шел, послал меня, чтобы Ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз Его, и вдруг Он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это Самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы ввязать их и везти к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить Его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить Его. Ученики же ночью, взявшие Его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись Его, не веря, что Он ученик. Варнава же, взяв Его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил Ему Господь, и как Он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал Он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить Его. Братья, узнавшие о сем, отправили Его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от святаго Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?». Ангел отвечал ему «Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросившие о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарею, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился падших ногам его. Петр же поднял его, говоря «Встань, я тоже человек», и, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот встал передо мною муж в светлой одежде, и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. И так пошли в Веопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море, он придет и скажет тебе «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, «Все есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на дереве. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных пришли с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его побыть у них несколько дней. Глава одиннадцатая Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился, и в иступлении видел видение, сходило некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста Мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека встали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сие шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слова Господа, как Он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и керенейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили в Арнавии идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, и исполненный духа святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу, и вот ангел Господень предстал и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся, он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедшие первую, вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр пришед в себя и сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучал у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и узнавши голос Петра от радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили, «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомте осем Иакова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарею и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собой и Иоанна, прозванного Марком. Глава 13 В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учителя Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр. И, бывшие в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедшие весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вареисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплывшие с Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пиргию в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пиргии, прибыли в Антиохию Песидийскую и, вшедши в Синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники Синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал, «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцу вознесенную вывел их из нее и около сорока лет времени питал их в пустыне и, истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их и после сего около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю, Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение, покаяние всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не нашедшие в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявшись с дерева, положили его в гроб, но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а всем сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду», верно. Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». При выходе их из аудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувшие набожных и почтенных женщин и первых в городе людей, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевшие народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались, и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувшие набожных и почтенных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрязшие на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святаго. Глава 14. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который, во свидетельство Слову благодати своей, творил руками их знаменья и чудеса. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавшие о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа и Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам» и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие осем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от стих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили. Из Антиохии и Икании пришли некоторые иудеи, и, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовавши Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру и Канею и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и передали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Песидию, пришли в Памфилию и, проповедовавши Слово Господне в Пергии, сошли в Италию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были переданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Глава пятнадцатая Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться посему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывшие провождены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии живой Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверст дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. Из Сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида в упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое». говорит Господь, творящий все сие. «Ведомы Богу от вечности все дела его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо закон Моисеев от древних родов, по всем городам имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравшие из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего и Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более кроме сего необходимого воздерживаться от идола жертвенного и крови и удавленины и блуда и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. И так отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Глава 16 Дошел он до Дервия и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была Иудеенко, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и в Икании. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дошедшие до Мессии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая багреницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестились она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Случилось то, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа, увидя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведшие их к воеводам сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками и, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и силе. И, выведши их вон, сказал, Государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Темничный страж объявил Асем Павлу, воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас римских граждан без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились перед ними, и выведши просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Глава 17. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступивши к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не нашедшие же их, повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, пошли в Синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и получивши приказание к Силии и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот Суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и Воскресения. И, взявшие его, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою, ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Всего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни надсмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставши к нему, уверовали, между ними был Дионисий Ареапагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Глава 18. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф и нашед некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал к ним «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божию. Между тем, во времена проконсульства Галеона в Ахайии напали иудеи единодушно на Павла и привели его предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом», и прогнал их от судилища. А все елены, схватив со сфена начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним макила и прескила, остригши голову в кенхриях по обету. Достиг же Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Ефеса. Акила же и прескила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведший там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фрегию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господни и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в Синагоге. Услышавшие его Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Глава 19 Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святаго Духа уверовавши? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть в Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего их было человек около двенадцати. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясанье из тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «И Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такую силою возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, «Я должен видеть Ирим». И, послав Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Яраста, сам остался на время в Оссии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Оссии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». Выслушавшие это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением, схвативши македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, пославши к нему просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефес Блюститель Блюститель и другие и другие с ними художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и, преподав верующие мобильные наставления, пришел в Еладу. Там пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения сделанного против него иудеями он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатор Пиров, Вериянин, из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай и Дервинин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедшие вперед, ожидали нас в Трааде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел Сашет пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взашет же, и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета и потом вышел. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Аси, то, взявши его, мы прибыли в Митилину. И, отплывши оттуда, в следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой день пристали к Самосу и, побывавши в Трагелии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитера в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. И так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждом моим и нуждом бывших при мне, послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колена свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля. Глава двадцать первая Когда же мы расставшись с ними отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Потару, и, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля, и, нашедши учеников, пробыли там семь дней. Они по внушении Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведшие эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонивши колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовавши братьев, пробыли у них один день, а на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию и, вшедши в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магав. Ивашед к нам взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так, говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказавши, «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасану Кипринину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же выслушавши прославили Бога и сказали Ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. И выперед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас взяв воинов и сотников устремился на них, они же увидевши тысячи начальника и воинов перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник приблизившись взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же не мог же по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников? Павел же сказал «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел стоя на лестнице дал знак рукою народу и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Глава двадцать вторая. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне, я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я, Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошед сказал мне, «Брат Саввл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь, встань, крестись и о мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал, «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивавших его». И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать?» «Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник подошед к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону и, выведши Павла, поставил его перед ними. Глава 23 Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону и, вопреки закону, велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». узнав Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распро между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось, ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, тот тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». И с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятву и заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне же вы с Сенедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отошед с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов, пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написало письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. «Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их, и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою, будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в антипатриду, а на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию и отдавшие письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в выродовой притории. Глава 24 Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением, нашедшись сего человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий пришед с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его. И иудеи подтвердили, сказавши, что это так». Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Знаю, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Присем нашли меня очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинить меня, если что имеют против меня. Или пусти и самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотни кусти речь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, пришед с друзилою женою иудеенко призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Глава 25 Фест, прибыв в область через три дня, отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. «И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против в Кесаре». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесареве отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста, и как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступившие его обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судим в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи. Вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно посылать узника и не показать обвинений на него. Глава 26. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел простерш руку стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию то надежду царя Гриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первой из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», сказал он, «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель Вереника, сидевшие с ними, встали и, отошедши в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уст не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августово полка именем Юлию. Мы взошли на драмитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и переплывше море против Киликии и Помфилии прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи. Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, лежащего против юго-западного и северо-западного ветра и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклиден. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но, как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И, как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаре, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымеревши глубину, нашли двадцать сажен, потом на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якори с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волосы с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ, насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно пристать с кораблем, и, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавши рули, и, поднявши малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплав не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава 28. Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, встряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И приплывши в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплывши, прибыли в Ригею. И как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Пиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судившие меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал Отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И так да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении, и принимал всех, приходивших к нему. проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Аудиокнига представлена порталом Предание.ру Самым крупным проводником